Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для транспортной логистики вместе с учетом хранения грузов. На нашем сайте представлены разные версии программ. Эта версия подойдет для экспедиторов, которые хотят контролировать всю работу с заявками и контрагентами, ввести учет перевозок и документов, а также как сразу выдавать грузы, так и оставлять их на временном хранении. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные права могут быть настроены для логистов, бухгалтера, руководителя организации и других заинтересованных сотрудников. Мы зайдем под ролью «main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Один из основных блоков программы – это учет заявок и всего с ними связанного. Для этого зайдем в модули «организация» и выберем пункт «заявки». Сначала выйдет окно поиска данных, чтобы вы могли отобразить только нужные заявки из многих тысяч, которые у вас будут. Не будем сейчас указывать какие-либо критерии поиска и выберем все заявки, нажав на «поиск». В этом модуле отображается информация по вашим заявкам на перевозку грузов. Визуально они разделены по цветам в зависимости от статуса. Здесь же вы найдете как данные по одной, так и итоги по всем вашим планируемым работам. Чтобы добавить сюда новую запись, нажмем правой кнопкой мыши в любом месте и выберем команду «добавить». Заполним некоторые поля. Часть полей обязательна, без них программа не даст вам сохранить данные. Некоторые другие понадобятся для автоматического заполнения сопутствующих документов. Выбрав способ перевозки, доставки и отметив, нужно ли делать забор груза, мы достигнем выбора контрагента. Для его указания нажмем на три точки в конце поля и перейдем в новую вкладку «контрагенты». В этом месте содержится список всех ваших клиентов, перевозчиков, поставщиков услуг и прочих фирм или физических лиц. Если нужный заказчик уже в базе, его можно быстро найти по любым данным. Если же его нет, добавляем нового. Внизу во вкладке «договора» сразу же добавим новый договор. Без этого программа не даст потом нам запустить заявку в работу. Так наша интеллектуальная информационно-логистическая система заботится о юридической безопасности вашего бизнеса. Выбрав заказчика, автоматически возвращаемся в окно регистрации новой заявки. Вносим стоимость перевозки. В этой версии основную цену мы проставим вручную, но при необходимости можно добавить и автоматический расчет цены, в зависимости от веса, объема или направления. Укажем маршрут, грузоотправителя и грузополучателя. Для демонстрации работы СВХ укажем и данные по грузу, такие как наименование, характер и вес с объемом. Отметим, что груз уже поступил к нам на склад отправления. По каждой записи есть связанные с ней вкладки снизу. Основные тут это «К оплате дополнительно», где вы можете указывать, что еще должен оплатить клиент. Оплаты для фиксирования поступления платежей. И документы, где можно отмечать наличие файлов по каждой заявке и прикреплять их с конверсии. С самой выбранной заявки вы можете автоматически формировать разные документы. К примеру, бланк заявки от клиента. Это может быть как отдельный независимый бланк, так и приложение к основному договору. Теперь запустим заявку в путь. Вы можете использовать и консолидацию, и полный фрахт. Действие «Создать перевозку» привязывает выбранные заявки к одной созданной перевозке. Запустим его. Мы автоматом перешли в новую вкладку. Теперь зайдем в только что созданную перевозку. Укажем здесь перевозчика, машину, водителя и маршрут. Учет движения машины осуществляется указанием дат погрузки, выезда, прибытия и разгрузки. Как только вы их ставите по перевозке, они меняют статус всех связанных заявок. Внизу по перевозке отметим ее стоимость. Фактическую оплату. Документы. С перевозки тоже автоматически формируются необходимые документы. Например, план погрузки и заявка перевозчику. Когда груз прибыл, и вы сразу его выдаете или же отвозите клиенту, отмечаем это в заявке. Если долгов нет, все документы в наличии, заявка закроется. Если же вы оставляете часть грузов на хранение в своем складе временного хранения, то запустим действие «Прибытие на СВХ». Укажем дату начала хранения, количество мест и склад. Программа автоматически создаст этикетки и отдельные стройки для учета каждого груза. Перейдем в модуль «СВХ». По каждой позиции отметим ее вес и размеры. От этого будет зависеть тариф. Можно напечатать сразу все этикетки с данными по грузу и наклеить их. Во время выдачи груза клиенту отметим дату окончания хранения и, если необходимо, данные по доверенности и детали выдачи. В программе есть разные тарифы. Для хранения с фиксированным сроком, ежедневные начисления, в зависимости от объема и также вы можете добавить любые свои услуги, к примеру, упаковку или работу грузчиков. С начислений формируется счет на оплату. А фактические оплаты вносим в одноименной вкладке. В программе есть множество отчетов с самой разной аналитикой, которая охватывает все основные процессы работы логистической компании. Если вы даже чего-то не найдете или привыкли к своим формам, все это можно добавить в базовую версию на заказ. При необходимости можно автоматически формировать договора, счета на оплату или акты выполненных работ. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру, от малого бизнеса до крупного. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно!